Есть! Мечтал о том, что, ну, в общем, в смысле, три года мечтал о том, чтобы в Севастополе он состоялся и даже не успел, в общем-то, как говорится, мечты материальны. И вот в один прекрасный момент Дмитрий Николаевич Песков позвонил и сказал, а давай проведем в Севастополе. Я сказал, конечно же, да, потому что для Севастополя, который сейчас занимается актуализацией своей стратегии, вот мы во главу угла ставим, конечно, технологическое развитие. Высокие технологии, как раз стартапы, все, что связано с технологическим суверенитетом. Мы хотим создавать для этого инфраструктуру, мы хотим для этого делать продвинутый университет, делать здесь научные школы. Севастополь просто прекрасное место, где люди, которые создают высокую добавленную стоимость, могли бы жить и работать. Поэтому это часть стратегии развития Севастополя, в этом абсолютно уверен. И вот архипелаг должен еще раз убедить всех в том, что это реально, что это не просто какая-то мечта, а что это вполне может себе быть. Участники уже приехали, заряженные своими идеями. Ближайшие две недели команды вузов, предприниматели, региональные управленцы проживут целую образовательно-проектную жизнь. Каждый участник приезжает сюда с ожиданиями. Человек, у которого есть свой стартап, хочет найти инвестиции. И он может здесь встретить людей, которые дадут ему первый заказ. Представители региональной команды приезжают с идеей, как поработать свой проект. Где-то около ста участников архипелага смогут презентовать свои решения уже 19 июля президенту России Владимировичу Путину на специально организованном мероприятии. То есть это вот Севастополь как место, в котором можно это будущее пощупать, свой проект проработать, найти союзников, найти инвесторов. Многие откажутся от тех проектов, с которыми они сюда приехали, поняв, что они идут куда-то не туда. И фактически здесь можно за две недели прожить путь, который в обычной жизни вы бы проживали пару лет. Пока вы встретили одного человека, которого вам нужен, потом второго, потом инвестора, потом вам надо найти представителя министерства или договориться с властью. Здесь все это можно сделать за несколько дней, за несколько лет. Поэтому архипелаги – это такие места, где мы сжимаем пространство, когда вся страна приезжает в одну точку, и сживаем время, в котором можно быстрее реализовывать свои проекты. Интенсив «Архипелаг-2022» включает три основных направления – образовательный, деловой и программу «Акселератор» – ускоритель, который буквально помогает проектам вырасти от идеи и перейти в реализацию. В этом году у архипелаги есть четкая тематика. Он направлен на то, чтобы создать экосистему целую внутри университетов, для того, чтобы ребята, как сказал Влад, могли запускать свои стартапы, свои технологические бизнесы. И для этого есть разные треки. Существуют огромные сейчас меры поддержки, и сейчас очень важный вопрос, а как вот эти меры поддержки интегрировать в университеты, которые уже сейчас работают, у них есть своя деятельность. Мы здесь, на «Архипелаге», все это слушаем, погружаемся для того, чтобы, во-первых, самим понять, как эту систему создать, а во-вторых, чтобы мы были драйверами вот этой всей новой методологии в наши университеты. На «Архипелаге» впервые. В данном случае я представляю Центр технологического предпринимательства, Центр инновационного развития, медицинского прибора строения нашего университета. Мы приехали сюда для того, чтобы развивать акселератор «Волга» нашего университета, который готовит студенческие стартапы. Всего на акселератор заявлено 1715 проектов. Больше всего заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Во-первых, потому что любой университет, он стремится втянуть в себя людей, людей со своими идеями, людей со своими историями, с какими-то новыми целями. И поэтому мы обычно в университете всегда стремимся куда-то ездить, на конференции, участвовать в различных проектах. А тут вся страна собирается к нам. Ну, конечно, это очень круто, и мы этому очень рады. Для нашего университета это еще возможно значительное участие преподавателей, студентов, поучаствовать в мероприятиях архипелага, завязать полезные, интересные знакомства, сформировать проекты, презентовать свои идеи. И вот сегодня уже я могу сказать, что, например, у нас 19 команд участвовало в платформе национального студенческого предпринимательства, и 8 из них уже победили и получат поддержку от фонда поддержки предпринимательства. Интенсив архипелаг – это открытый проект. Приезжая в город, он всю территорию превращает в образовательное пространство. Его выставки, многие лекции доступны всем желающим. Вечером для обычных жителей города они смогут тоже наблюдать за открытыми лекциями в центре города, которые будут развернуты. 8 числа начнет работать выставка «Настоящее будущее» в центре города. То есть в этом смысле архипелаг, он абсолютно открывается городу и будет доступен для всех горожан. Особенно важно, конечно, то, что участники, в том числе и те, кто приехал на архипелаг, вот как раз эта программа публичных лекций, это очень здорово, потому что это еще вовлечет горожан в архипелаг. И, конечно, выставка на Приморском бульваре в центре уже заинтриговала всех. Эмоции позитивные идут по поводу проекта. Я уверен, что после того, как он станет частью города эти две недели, город будет жить архипелагом, то эти эмоции только усилятся. Входящие в архипелаг народные лекции будут проходить в 8 вечера на ракушке. Темы, что называется на простом языке о сложных вопросах – трансформация мышления или, например, философия культуры бизнеса. Подробное расписание можно найти на сайте проекта «Архипелаг-2022» в разделе «Народные лекции». Пальнокольт, Андрей Тымчук, Дмитрий Сидоренко. Новости Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова